От Москвы до Берлина. Боевой путь красногорца Виктора Дроздова как учебник по истории. Призванный в пехотное училище в Ярославле в 41-м, он на фронте оказался в том же году и сразу, чуть ли не в главной мясорубке войны. Получив в МАИ оружие и кирзовые сапоги в составе 30-й стрелковой дивизии, он попал на битву под Москвой. Утром получили приказ от командира бригады за родину, за Сталина. Первый бой у меня начался. А нашу бригаду в сторону собирали остатки и потом просили пополнить. На следующие сутки пополнили и начались бои дальше. В общем, деревень 6-7 освободили. И на одном из участков был сильно укрепленный участок немецкий, были вкопаны 4 танка. И вот мы ползли, собирали связки, гранат, чтобы по этим танкам прорывать. И, значит, сильный огонь по нам был с этих танков из спаренных пулеметов, из противопехотных минометов. Здесь много погибло наших бойцов. Короче говоря, в этот момент меня в правые ноги нога задеревенела. Короче говоря, правую ногу меня ранило осколком. Москву отстояли, ногу залечили. На Первом украинском фронте он, как радиотелеграфист, участвовал в таких операциях, как форсирование Днепра, Буга и Днестра. Виктор Дроздов продолжил свой славный боевой путь, освобождая уже целые города. Среди них Одесса, Николаев, Кишинев, Бреслау и Берлин. Откуда нас по приказу правительства сняли на помощь для освобождения Праги. Победу встречали в предместьях Праги, в предместьях Праги, город Будыни. Там в обнимку встречали нас чешский народ, подарки нам дарили, угощали чем угодно, даже горячительными напитками. И каждый хотел посетить к нему. Работая в момент прорыва обороны, и преследование противника, показал блестящие образцы работы, всегда и вовремя обеспечивая радиосвязь начальника штаба корпуса. Однажды, когда рация, где работает товарищ Дроздов, вышла из строя, он, не прерывая связи, сумел устранить сложные повреждения. Целый день благодаря Дроздову авиация знала цели, командование штаба давало указания, говорится в наградном листе. В приказе 45-го года о его награждении еще полсотни солдат, санитаров, старшин. Почти каждый отмечен посмертно. Но не это вспомнит ветеран после лихолетия. Запомнил, что большая дружба между собой. Вот когда после войны, я слышал в частях много дедовщины была. Тогда мы и слыхать не слышали этой дедовщины. Была дружба большая между собой, между товарищами. А у нас были и украинцы, и евреи были, и казахи были. А любовь свою он нашел в родном Красногорске, на той же улице, где жили оба. Заводчанку Зину встретил на танцах во дворе. Так и живут, душа в душу, почти 70 лет. Мирно, без войны. Редактор субтитров А.Семкин